Это менее безопасный вариант. Я телом отделяю его от уличной собаки. К сожалению, не все песели живут с любящими хозяевами. И не все сладко спят на своем теплом местечке после вкусненького обеда. В нашей стране проблема бездомных животных стоит довольно остро. И не всегда встреча с бродячей собакой проходит без последствий для человека или его домашнего питомца. Сегодня разберем, как обезопасить себя от таких контактов. Но для начала прошу подписаться на наш канал и поставить лайк. Ведь именно благодаря ответственным и образованным хозяевам беспризорных песиков может стать меньше. Вообще бездомные собаки в одиночку нападают довольно редко. Ведь если животное агрессивно, то его довольно быстро каким-то образом ликвидируют жители окрестных районов. Опасаюсь такого соседства. Поэтому естественным путем остаются те из них, кто боится и не подходит. Или наоборот, которые ведут себя спокойно и уверенно. И даже при таком раскладе гарантировать безопасность встречи на 100% все равно невозможно. Так что давайте подробнее разберем, как вести себя в случае нападения уличной собаки или целой стаи. Тут долго останавливаться не будем. На нашем канале есть целый ролик с инструкциями, как не быть покусанным собакой. В нем мы подробно разбирали, как правильно гладить все и коммуницировать с чужими собаками. В том числе и с уличными. Как правило, люди без своих домашних животных не особо-то интересуют бродячих собак. Да, иногда они могут заинтересоваться едой, сумками с продуктами, шуршанием пакетов. Но тут никакой опасности нет. Главная рекомендация вообще не трогать незнакомых животных. Не делать резких движений, не убегать у них перед носом, не размахивать руками. Здесь все очевидно. Поэтому перейдем к ситуации, когда вы с собакой. Если вы находите со своим все, то бездомная собака может действительно проявить к вам повышенный интерес. Что делать в таком случае? Первое, это постараться разделить животных. Стать спереди, вы лицом к бездомной собаке, ваша собака сзади. Стать спиной к бродячему песелю, это менее безопасный вариант. Поэтому применять его нужно с большой осторожностью. Нужно разделить собак пакетом, рюкзаком, курткой. То есть, по сути, отгородить своего лохматого тем, что есть под рукой. Еще один вариант, это соединить предыдущие два пункта. Вы разделяете с собой и с сумкой. То есть, ваша схема расстановки будет выглядеть так. Бездомная собака, сумка или куртка, вы и ваш пес. Стараемся отходить в таком положении, в безопасную зону. Естественно, не убегая и не делая резких движений. Если знакомство уже состоялось, и вы не уверены в реакции бездомной собаки, то важно не спровоцировать драку. Ваш песель не должен быть на натянутом поводке, так как иначе он перенесет весь тело вперед, что в собачьем мире является опасным сигналом и может вызывать агрессию от любой другой собаки. Проработайте реакцию вашего песеля заранее. Броски и лай тоже являются провокацией. Поэтому важно заниматься этим, но, конечно, не во время встречи, а задолго до нее. Да, мы не можем контролировать чужих собак, но свою можем. Если ваш питомец слишком остро реагирует на раздражители, тогда записывайтесь на наш курс «Зооагрессия и триггеры» по ссылке в описании под этим видео. Как минимум, посещайте наши бесплатные вебинары, посвященные этой теме. Проходят они регулярно, и можно задавать вопросы в онлайн-режиме. Оба эти продукта подойдут как зооагрессивным песикам, так и просто бурно реагирующим на других собак. Ну или просто любые другие раздражители. Есть одна противоречивая рекомендация. Можно бросить еду бродяшке, и пока она быстро подбирает, быстро ретироваться со своим собакином. Но это сработает только если безназорный пес еще не дошел до вас, и вкусняшка у вас прям под рукой. Если же песель уже близко, а вы в это время шуршите пакетиком, копаетесь в еде, то кто-то из собак, ваша или чужая, могут начать охранять ресурс. Ресурс в данном случае – это вы с едой. Еще вариант. Постараться не вмешивать в коммуникацию и уходить очень медленно и спокойно. Обычно единичные уличные собаки все же довольно неплохи в коммуникациях и при вежливом обращении не агрессивны. Что важно запомнить. Если есть подозрения на конфликт, не убегайте, не суетитесь, не поворачивайтесь спиной к бездомной собаке. Но не забывайте, если есть реальная угроза вашей жизни, то сначала маску надеваем на себя. Дальше рекомендации, которые подойдут для единичной бездомной собаки. И неважно, находитесь вы со своим все или без него. Если беспризорная собака в одиночку не в стае идет к вам, а вы, ну, очень сильно не хотите этой встречи по каким-то причинам, можно сделать вид, что вы поднимаете камень и замахиваетесь им. Мне жалко пёселей бездомных, но это может быть действенно, если вы знаете, что сближаться никак нельзя. Внимание! Я не прошу бросать камень, а только сделать вид, что вы поднимаете. Беспроигрышный вариант это ультразвуковой отпугиватель. Не на всех собак работает, но по большей части все же помогает. Следует направить его на подходящую к вам собаку и нажать на кнопку. Та уж слышит сигнал и постарается держаться на расстоянии или вовсе убежит. Ваш пёсель не пострадает, так как сигнал распространяется именно в определенном направлении. И для человека этот ультразвук тоже безвреден, так как наши уши не улавливают такую частоту. С уличными собаками хорошо работает и голос. Неважно, что это будет за выкрик. Хоть просто Эй! Илью тебе сейчас! Главное, чтобы это было громко, резко, низко, уверенно и соответствовало вашему настрою, поведению, положению тела в пространстве. Не очень люблю ситуации, когда уличная собака держится на расстоянии, но пытается подойти сзади, когда вы уходите, то есть сократить дистанцию. Я стараюсь этого не допускать и при приближении останавливаюсь, поворачиваюсь лицом и сдаю окрики Эй! Как уже показывала. Если я со своим питомцем, то он находится позади меня, то есть я телом отделяю его от уличной собаки. Обычно бездомная собака может следовать за вами, если вы идете со своим псем, а не в одиночку. Что я не советую делать? Это резко хватать на руки своего четвероногого. В большинстве случаев другая собака может начать считать его добычей тогда. При этом, если есть большая разница между размерами вашего пёселя и бездомного, то прекрасно понимают решение. Если вы считаете, что иначе ваш пёсик может погибнуть и его необходимо взять на руки, сразу прячьте его под куртку, футболку и не держите его на виду. Это только раздразнит оппонента. Если вы зашли на территорию бездомной собаки и она начинает охранять территорию, то первое, помните, что лай не равно агрессии. И помогут все предыдущие пункты. Второе, постарайтесь медленно и верно, лицом гвоздяшки, покинуть её территорию. Если вы живёте в регионе, где бездомных животных много, то выбирайте прогулочные маршруты, в которых не будет малолюдных мест с редкими жилыми объектами или промзонами, где собаку или собаку могут подкармливать. И она может считать своей территорию. В таких местах часто обитают стаи или единичные собаки. Если вероятность встретить свору всё-таки сохраняется, то рекомендации тут уже куда меньше. И они в основном про то, как спасти свою жизнь. Если вы встретили стаю собак, что делать? Камни-отпугиватели обычно не работают. В стае собаки ведут себя по-другому, нежели в одиночку. Поэтому и советов тут, честно говоря, не так много. Первое правило, это любым способом избегать собачьих стай. Серьёзно, в интернете я правда видела много роликов, где нападение могло бы и не быть, если бы человек изменил траекторию движения. Как на этом видео, например. Да, дорожка одна. Но если собак уже было видно и слышно, не надо на них ехать. Заранее следовало развернуться, изменить траекторию движения. Понимаю, что мне тут в безопасного места легко рассуждать, не осознавая, что чувствует человек, если он оказался внутри стаи. Но всё же скажу, главное не бежать. Стараться сохранять спокойствие, думать о действиях и выживании. Смотрите, как чётко видно, что собаки сомневаются нападать или нет, пока человек идёт. Да, делают некие попытки, но, честно говоря, даже как-то лениво. Чем быстрее начинает человек двигаться, тем более активные попытки становятся. И как изменилось их настрой, когда мужчина начал убегать. Вот на этом видео человек держится потрясающе стоически и действует очень верно. Чего не хватает для полного спасения, так это снять куртку и начать прикрываться ей, выставляя её вперёд, чтобы собаки кусали её. А далее и вовсе отдать её на растерзание, так как это заняло бы собак на пару секунд, что в свою очередь помогло бы выиграть время и, например, залезть куда-нибудь наверх. Что здесь было верным? Женщина не убегала, размахивала сумкой, оставляя пространство между собой и собаками. Старалась держаться лицом ко всем, не убегала. А вот дальше, так как собаки начали собираться в круг и делать тестовые пробные укусы, подходя всё ближе и ближе, можно было непрерывно и медленно поворачиваться вокруг своей оси, продвигаясь в более безопасную зону, где можно хоть как-то укрыться. Прятаться обычно негде, но часто есть куда залезть, подняться выше. Это единственный часто способ получить меньше травм. Что сделали эти дети, например? И чего не хватает на этом видео? Хоть такая возможность и есть. Например, деревья вокруг. Куда можно забраться? Это не только деревья, но и машины. Но, честно говоря, всё, что угодно. Не убегайте. Если есть пакет, рюкзак или сумка, размахивайте ими вокруг себя. Не пищите. Снимите куртку или плащ, свитер и подставляйте их для укусов. Продвигайте к месту, куда можно залезть. Как я уже сказала ранее, подойдёт всё, что угодно. Деревья, машины, детские снаряды на площадке. На этом видео мальчик, например, зашёл в воду. Это тоже сработало. Что ещё помогает? Вмешательство других людей. Знаю и понимаю, что решиться вступить в бой со стаей собак страшно и опасно, защищая кого-то. Но порой это единственный способ спасти чью-то жизнь, на кого напала свора. Что тут сработает? Бежать прямо с низким криком, размахивая в идеале какой-то дубиной, лопатой, палкой, чем угодно. Но если этого нет, то можно взять любой предмет, который будет под рукой. Действует не только эффект неожиданности, но и то, что людей становится больше. Уверенности больше. В большинстве случаев стаи нападают на одного взрослого или на одного-двух детей. И самая сложная ситуация, если на вас напала стая, а вы еще со своей собакой. Я честно не знаю, что здесь посоветовать и как тут спастись и вам собаки на сто процентов. Действовать нужно по ситуации. Следуйте всем рекомендациям из ролика. Из нового это постарайтесь забросить и свою собаку куда-то на возвышенность. Возможно, через забор, если он есть, на машину, а потом спасайтесь вы. Но глобально и тут должно работать правило. Сначала маску на себя, потом на все. Если вашей жизни угрожает опасность, я не могу проигнорировать это и рассуждать о первостепенном спасении вашего питомца. Также хочу напомнить, что у нас на канале есть видео о том, как разнять собачью драку. Рекомендую к просмотру всем владельцам четвероногих. Я надеюсь, что с вами никогда не произойдут такие ситуации, которые мы обсуждали в сегодняшнем выпуске. И мои советы вам не пригодятся. Но предупрежден, значит вооружен. Любите своих псев, воспитывайте их и заботьтесь. Мы в ответе за тех, кого приручили, желаю, чтобы каждый мокрый нос обрел и не терял своего хозяина. Тогда проблема бездомных животных просто перестала бы существовать. Безопасных прогулок вам и вашим лохматым. Пишите в комментариях, какие вопросы вы хотели бы обсудить в следующих роликах. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Я желаю вашим мокроносом послушных хозяев, а вам хороших тренировок. Всем лав гав! Субтитры сделал DimaTorzok